Утренний эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжается. Новый день встречаем вместе с программой Утренний Фреш. В этом выпуске я, Павел Михно, расскажу о некоторых выставках, которые доступны только до конца лета, а также о другой полезной информации. Сегодня на территории Гомельской области синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Температура воздуха днем составит 28 градусов, ветер южного направления скоростью до 7 метров в секунду. Музей истории, печати и фотографий Гомельщины открывает посетителям Молдову. Там работает выставка под названием «Молдова. Страна и люди». Автор – фотограф Дан Гуцу. Его снимки отражают быт людей, живущих в глубинке, и передают истинные эмоции. Особое место в экспозиции занимают работы, отражающие обычаи и традиции страны. Погрузиться в современную Молдову можно только до 29 августа. В картинной галерее Гаврила Ващенко можно увидеть фотографии, сделанные в Иране и Мьянме в 2019 году. Автор выставки «Два мира, две страны» Станислав Янчарский много путешествует по миру. Он побывал уже в 48 странах мира. Результаты многих поездок фотограф представляет на выставках в Беларуси и за ее пределами. Для автора важна реальная история о людях и событиях, которую он рассказывает через объектив своего фотоаппарата. Увидеть его работы можно до конца августа. Также гомельчане могут познакомиться с творчеством еще одного фотографа. Автор выставки «Само совершенство» Олег Белоусов. Она открыта в Музее истории города Гомеля. Экспозиция посвящена женской красоте, которая вдохновляет поэтов, художников и фотографов на создание неповторимых образов. Не пропустите! В башне дворца Румянцевых и Паскевичей открыта мини-выставка – лаковая миниатюра Анны и Александра Осиповых. В экспозиции – шкатулки и панно, выполненные гомельскими художниками. Их любимыми темами были народные обычаи и обряды, былины, сказки и песенные мотивы. Большое место в их творчестве занимала иконопись. Работы мастеров экспонировались на крупнейших международных выставках. А теперь познакомиться с произведениями из собрания музея и частной коллекции семьи могут и гомельчане. Смотрите в эфире телеканала «Беларусь 4 Гомель» передачу о вопросах здоровья тела человека. Статистика говорит, что большинство взрослых беларусов обращаются к врачебной помощи лишь по крайней необходимости. А количество тех, кто занимается самолечением и самодиагностикой, и вовсе сложно посчитать. В итоге это влияет не только на среднюю продолжительность жизни в стране, но и на ее качество. Первый шаг на пути к изменению такой ситуации – профилактика. На это и направлена программа «Тело человека». Включайте наш телеканал в 19.30. К другим интересным новостям. В национальном парке Бацваны гиена сообразила, как избежать гибели от клыков царей-зверей. Катаясь по парку, туристы увидели, как гиены преследуют импалу. Однако они увлеклись и не заметили, как угодили на территорию львов. И те решили оставить добычу гиен себе. Один из самцов накинулся на конкурента, но хитрая гиена прикинулась мертвой, и львы перестали обращать на нее внимание. При первой же возможности гиена поспешила убежать и тем самым спасла собственную жизнь. Дрессировщик дельфинов на Филиппинах перед началом шоу снял короткое, но очень милое видео. Мужчина включил камеру и обратился к одному из своих подопечных. Он спросил у дельфина, любит ли тот его, и ответом стал утвердительник его головой. Это так растрогало пользователей интернета, что видео получило только восхищенные отзывы. В одном из зоопарков Китая две гигантские панды отпраздновали свой четвертый день рождения. На этих фотографиях можно видеть, как радостные животные резвятся на траве, наслаждаются праздничной трапезой и разворачивают подарки. Причем делают это с нескрываемым любопытством. Сегодня в нашей рубрике есть вопрос. Нотариус Лариса Мищенко расскажет о том, что лучше – завещание или дарение. Не переключайтесь. Действительно, в нотариальной практике это, наверное, самый популярный вопрос. Что же лучше – дарить или завещать? Завещание – это свободное волеизъявление гражданина, которым он распоряжается своим имуществом на период смерти. Прежде всего, следует отметить, что завещание – это односторонняя сделка. Гражданин сам собственноручно составляет завещание, либо может его записывать с его слов нотариус. Завещание также можно в любой момент отменить, изменить, новое составить. Для этого нужно прийти к нотариусу, либо составить новое завещание, либо отменить можно иными способами – путем выдачи экземпляров завещания для уничтожения завещателю на руки, либо может это выполнить нотариус. Объектом завещания практически в большинстве случаев становится недвижимое имущество. Иногда бывает движимое, например, автомобили, денежные вклады. Дарение – здесь уже совершенно иные правовые последствия. Это двухсторонняя сделка, на которой присутствует даритель, который распоряжается своим имуществом, и одаряемый, который принимает это имущество. Затем договор дарения нужно зарегистрировать в агентстве по государственной регистрации земельному кадастру, и только тогда право собственности переходит к одаряемому. В связи с этим получается, что завещание можно отменять, то есть гражданин остается собственником своего имущества до наступления смерти, а в результате дарения переход права собственности регистрирует агентство по государственной регистрации земельному кадастру, и гражданин, одаряемый, становится уже собственником. Естественно, что за дарителем можно в договоре сохранить право проживания в этом недвижимом имуществе, которым он распоряжается, но собственности он уже иметь не будет. В подведении итога можно сказать, что если вы желаете являться собственником своего имущества до своей смерти, то вам необходимо составить завещание. Если же вы желаете, чтобы собственником вашего имущества был одаряемый, то есть тот человек, кому вы желаете передать в дар безвозмездно свое имущество, то вам нужно задуматься об удостоверении договора дарения. Как провести летнее время с пользой своими идеями на этот счет, мы попросили поделиться гомельчан. В ответ услышали немало дельных советов и проверенных вариантов, что важно практически незатратных финансово видов досуга. Я руководитель школы и клуба скандинавской ходьбы в Гомеле «Белые ходоки». В скандинавскую ходьбу я пришел благодаря усилиям своей жены. Это она первая обратила внимание на этот вид физической активности, ну а я ее, в общем-то, поддержал. И год мы ходили самостоятельно, нам это очень нравилось, но чем дольше мы ходили, тем больше понимали, что мы делаем что-то не то, и нам необходимо более углубленно изучить этот процесс. Скандинавская ходьба практически влияет на весь наш организм. Это укрепление сердечно-сосудистой системы, и дыхательной, и мышечный корсет. Ограничений не существует. Что касается детей, здесь, пожалуйста, милости просим. Я бы никому не рекомендовал ходить с палками по городу, по тротуарам, там, где ездят машины. Все-таки лучше выбирать какие-то парковые зоны на природе. Это был Утренний Фрэш, и я его ведущий Павел Михно. Как всегда, хочу пожелать, чтобы ваш день был легким и продуктивным, а настроение только солнечным. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ